Отопительный сезон в Курске стартовал 9 октября, но он уступил не во всех жилых домах. В квартиру Светланы Косяковой отопление дали, но батареи все равно почти холодные. Сотрудники управляйки говорят, что это временное явление. Через пару дней они прогреются до необходимой температуры. Чуть теплые, ну а меня вот попробуйте, пройдите. Ну а вам комфортно дома все равно сейчас? Ну не очень, если сказать. Вон я в кофте хожу. А как зимой? Вы обычно тепло дома? Обычно да, нормально. По словам главы города, трудности с подачей тепла сейчас у 5% курян. С выходных администрация собирает обращения от жителей. Каждое отрабатывают индивидуально. Проблемные адреса во вторник Игорь Куцак посетил лично. На моей странице порядка тысячи сообщений поступило. Все они взяты в работу и по многим эти вопросы уже закрыты. Поэтому мы продолжаем свою планомерную работу. Естественно ждем обратную связь от жителей для того, чтобы ее корректировать. Одна из причин длительной подачи тепла – ремонт на коммунальных сетях. Квадра уже составила график производственных работ. Все неполадки должны устранить к пятнице. На сегодняшний день мы подали тепло почти в 2000 домов. В течение ближайших трех дней мы подключим оставшиеся 66 домов, где подача тепла была приостановлена в связи с ремонтами. Кроме того, там где это необходимо, мы корректируем режим работы тепловых сетей. Сейчас управляющие компании работают над решением проблем с отоплением в своей зоне ответственности. В частности, занимаются развоздушиванием систем внутридомовых коммуникаций в многоквартирных домах. Еще одна причина сложившихся проблем – работа управляющих компаний по развоздушиванию системы отопления. В доме номер 10 по улице Орловской тепло пришло ко всем, кроме жителей четвертого подъезда. Нет отопления. Я как бы ограничена в движении в связи с травмой. Звонила вчера во все инстанции, как бы и в аварийную службу. Они сказали, да, мы примем меры, но мер никаких не поступает. Попытаюсь звонить в нашу компанию, которая обслуживает «Аврора». Там они как бы не берут трубку, либо занято. Вот я звоню им два дня подряд, хотя бы выяснить. Кое-как спустилась до соседей, узнать, какая у них ситуация. Оказалось, что по нашему стояку, то есть у всех до первого этажа абсолютно нет отопления. Татьяна Дмитриевна, где проживаете? В этом доме, в этом подъезде, девятый этаж. Только у нас отопление есть. А с этой стороны отопления нет. А почему, по какой причине люди жалуются? Дом обслуживают специалисты УК «Аврора плюс». Мы позвонили, чтобы уточнить, когда они смогут решить проблему жителей. А вы поможете решить по этому адресу проблему? Или как-то комментарий, может, дадите нам? Комментарий какой вам нужно? Ну, в плане того, как эту проблему решить и когда она решится. Люди занимаются сейчас. Случайность или нет, но после нашего звонка отопление у жителей четвертого подъезда все-таки появилось. Напомним, если отопление в ваш дом еще не пришло, свой адрес вы можете оставить на странице главы города ВКонтакте. А на базе ЕДДС развернута система 112, где звонки принимают в круглосуточном режиме. Михаил Агарков, Сергей Малеев, События дня.